Работая за компьютером, я всегда предпочитал использовать наушники закрытого, типа большие, накладные, и считал, что это наиболее подходящий для меня вариант. Но совсем недавно я заинтересовался в покупке маленьких беспроводных наушников для телефона, но которые впоследствии можно будет использовать и с компьютером. И, конечно же, таковые я себе приобрел. И, к сожалению, на тот момент ко мне еще не обращались ребята из Saramonic и не предоставляли свою новую модель, о которой мы сегодня и будем с вами говорить. Цель их покупки для меня была в том, чтобы я мог повесить себе вообще даже не два, а один наушник и ходить по всему дому, при этом всем телефон где-то у меня лежит на столе, и в нем я слушаю замечательный стрим любимого блогера. И при этом не отрываюсь от дела, если мне кто-то позвонил, я ответил на этот вызов, и также у меня руки свободны, и нет никаких проводов. Для меня это было прям очень круто, и когда я их приобрел, я был несказанно счастлив. И, как вы можете заметить, я просто приобрел какой-то ноунейм китайский бренд, но я предпочитаю не вакуумные наушники, то есть не затычки в простонародье. И как раз-таки выбрал такие. Но у Saramonic'а вышла свежая гарнитура, именно вакуумного типа. И моя супруга, увидев у меня наушники и сама уже заинтересовавшись в этом деле, как раз-таки для нее эти вакуумные наушники и подойдут в наибольшей степени. И сейчас я расскажу вам все, что касается этой модели. Забегая вперед, отмечу, что для Saramonic'а это, наверное, первый опыт в среде именно вот такого рода наушников. До этого они выпускали различного рода звуковые устройства, о которых вы все, скорее всего, прекрасно знаете. Это и микрофоны, и петличные радиосистемы, и все-все-все, что связано со звуком. Итак, говоря о коробке, мы видим вот такую вот магнитную коробочку, наушников в ней уже нет, но, тем не менее, сам кейс здесь также. То есть, вы можете сказать, что, в принципе, можно приобрести из тонны каких-то ушей подобного рода за сущие копейки. Но я пытался найти и именно вот подобного кейса, подобных, вот знаете, именно с точки зрения какого-то эстетической составляющей, я там не увидел. Здесь у нас все мигает и светится, то есть, это сразу мы видим эко-направленность на молодежную аудиторию, то есть, при этом все в черном цвете. Это все достаточно, ну, лаконично. А также они есть в красном цвете, и это уже такой более вычурный вариант данных ушей. Так вот, открывая кейс, мы сразу же видим кучу вот здесь вот отображения. Вот эти три полосочки, они неспроста, они отображают заряд кейса, что приятно. То есть, заряд кейса мы видим не просто какой-то там точечкой или его вообще нет. Нет, здесь есть три полоски, то есть, до 30%, до 60% и вот до 100%, да. Соответственно, сверху у нас тоже помигивают, как бы отображая оба наушника, лежащих здесь. И на самих ушах у нас также есть своего рода отображение. Некие такие, знаете, дышащие мигалочки, что тоже достаточно интересно. И, конечно же, опять-таки, я повторюсь, мы видим некую направленность на молодежь. Так как вот, будучи человеком более каким-то взрослым, да, вы, возможно, предпочтете, чтобы на ваших наушниках не было никаких вообще брендов, логотипов, каких-то вот мигалок, свистелок и прочего. Но так как мы видим, помимо прочего, еще и игровую направленность данных ушей, о которой я поговорю позже, то мы, естественно, понимаем, откуда взялись все эти мигалки и кого они, собственно, этим и пытаются привлечь. Помимо прочего, на коробке мы видим надпись Games Monique. И это, конечно же, наводит нас на мысль. Я сразу же воткну один наушник, чтобы он у меня был, и вы видели, как он смотрится, соответственно, в ухе. Сейчас вы можете заметить, что он пульсирует белым цветом. И если мы три раза тапаем по правому наушнику, то он начинает гореть синим цветом. И это означает, что мы зашли в своего рода игровой режим. Что это значит? В игровом режиме у нас минимальная задержка. Да, как бы это ни звучало, тем не менее, те, кто уже ранее сталкивались с беспроводными наушниками, они прекрасно знают, что они могут грешить той самой задержкой. То есть, когда вы смотрите видео, когда вы играете в онлайн-игры на телефоне, да, сейчас такое тоже достаточно актуально, когда вы играете в игры, у вас своего рода задержка по звуку. Так вот, именно в этом режиме она становится минимальной, но нужно сразу понимать, что качество звука чуть-чуть снижается. И когда я включил эти наушники первый раз именно в этом режиме, мне показалось качество звука недостаточным, но когда я перевел их в обычный нормальный режим, в котором тоже эта задержка небольшая, если вы слушаете музыку, для вас это вообще не имеет никакого значения, если вы смотрите стрим, так же для вас это не имеет никакого значения, то там уже качество звука на высоте, и учитывая то, что это вакуумные, опять-таки, затычки, да, в простонародье называемые наушники, качество звука достойно всяких похвал, и за свою стоимость они играют достаточно достойно, и для тех, кто любит вакуумные наушники, если вы не являетесь каким-то вот сумасшедшим аудиофилом, то для вас в принципе беспроводные уши, это, ну, это не ваш выбор. Так вот, если вы обычный слушатель, то в этих ушах звук более чем достойный, к сожалению, естественно, продемонстрировать я его вам не могу, я могу лишь сказать свои ощущения, потому как у меня есть другие уши, мне есть чем сравнить, и я понимаю, что да, действительно, это не наушники за 2000 рублей с Алиэкспресс по звуку. Я думаю, вам должно быть это понятно. В данный момент я показываю, как это работает. Мы делаем тройной тап, и наушники стали пульсировать синим цветом, скорее всего, вы это замечаете, то есть это нежно-голубой такой. И, соответственно, еще раз мы делаем тройной тап, вот я промахнулся, и, соответственно, они переключаются у нас уже на другой режим. И, естественно, я рекомендую всем слушать музыку и какие-то ваши любимые стримы, подкасты и все остальное именно в обычном режиме, а вот тот самый Games Mode использовать исключительно для игр. Раз уж мы заговорили про управление, то одиночным тапом по левому или правому наушнику мы останавливаем нашу музыку или вновь запускаем ее. И, соответственно, двойным тапом по правому или левому наушнику мы выбираем следующую композицию или предыдущую композицию. Соответственно, по правому у нас следующая композиция. Сейчас экран у меня потух. Следующая, следующая и еще раз следующая. Вот. И также, если у нас звонок, то тапом мы можем ответить на звонок или удерживанием мы можем сбросить этот самый звонок. Ну и, по сути, еще тройным нажатием мы переходим из игрового в режим обычный. И что касается управления, в данном случае это все. Единственное, наверное, что можно было бы еще добавить, это выбирание уровня громкости, то есть чтобы мы могли сделать нам погромче. Но в данном случае это не завезли. У нас только тапы. Только одиночные тапы. Также, если вас интересуют такие тонкости, как, например, когда вы вынимаете наушник из уха, выключается, останавливается ли музыка. Нет, не останавливается. Здесь этих сенсоров не предусмотрено. Что касается подключения. Если однажды вы спрягли свой телефон с этими наушниками, то при открытии кейса они тут же коннектятся с вашим телефоном. И когда вы кладете их обратно, и именно в момент закрытия кейса эти наушники от вашего телефона благополучно отключаются. Это нужно понимать. Еще техническая информация. Что касается времени работы. Здесь все очень классно в этом плане. То есть гораздо лучше, сразу скажу, чем в моих китайских ушах. Заявлено 7 часов работы на 50% громкости. Это более чем достаточно. И при этом все, если мы пользуемся кейсом, то это все у нас продлевается вплоть до суток. То есть еще 3 зарядки от кейса могут выдержать эти уши. Что, естественно, очень удобно. И в кейсе у нас USB Type-C, естественно, как и в любом современном, будем говорить, девайсе. И в комплекте у нас проводочек USB Type-C для зарядки этого самого кейса. Но я вам скажу так, что все эти кейсы, они достаточно, имеют достаточно низкий объем и, соответственно, заряжаются не более чем за час. И сами уши в кейсе также заряжаются достаточно быстро. И то есть какого-то недостатка именно по времени работы вы ощущать совершенно точно не будете. Вы знаете, еще из интересных фишек у нас Bluetooth 5.0 и заявлен DSP Noise Cancellation. Это у нас электронное подавление шума при разговорах для того, чтобы ваш собеседник слышал вас лучше. Здесь сразу же оговорюсь. Так что практически все Bluetooth наушники достаточно некачественно записывают ваш голос. Но опять-таки мы сравнивали, пробовали с супругой звонить друг другу. И вот мои уши, которые тоже достаточно недешевые, но No Names Китая, они в этом плане отрабатывают гораздо хуже и по этим наушникам звук разборчивее. Но тут, знаете, глупо было бы, если бы, блин, Saramonic сделали какой-то девайс, в котором именно по части не воспроизведения звука, а по части звукозаписи, то есть записи вашего голоса, было бы как-то все не очень. Ну потому что, блин, у компании есть уже история по работе именно со звукозаписывающими устройствами. Было бы странно, действительно. Ну и еще момент, так как у нас наушники все-таки выполнены в форм-факторе вакуумных, и причем у нас помимо того, что они вакуумные, здесь вот такая вот интересная штука, которая создана для того, чтобы они плотно укрепились в вашей ушной раковине. Это действительно удобно. Мы вставляем, проворачиваем, и все. И они оттуда никуда не денутся. И отсюда вытекают еще пару моментов. То, что они абсолютно полностью, 100% будут подходить тем, кто занимается активными видами спорта. То есть, пошли вы в спортзал, вы пошли на пробежку, все вот это вот. Это очень удобно. И заявлен стандарт IPX5. То есть, это защита от струй воды. Погружать воду, то есть, плавать в бассейне с ними нельзя. Но дождь, какие-то там капли брызги и все остальное, они легко стерпят. И, соответственно, опять же, это наводит нас на мысли, то, что спокойно, активными видами спорта вы сможете заниматься. И вот это, наверное, единственный такой огромный плюс наушников вакуумного типа. Особенно вот с такой конструкцией. В пользу, например, от тех, которые я предпочитаю. Обычные вкладыши. Так как обычные вкладыши, они достаточно легко выпадают, если вы начинаете там трясти головой или выполнять какие-то активные действия. Здесь же с этим никаких проблем. То есть, не только для каких-то там игроков. Вовсе не воспринимайте их как наушники именно для игроков. Вот этот вот Games Monique, игровой режим и все в этом духе. Нет, это нормальные обычные уши, в которых можно послушать музыку, позаниматься спортом. И весь функционал именно беспроводных ушей, учитывая то, что они еще и долго работают. Вот опять-таки, вот если вы будете пользоваться или уже пользовались, вы будете точно оценивать этот плюс, то, что они, блин, работают по 7 часов без подзарядки. Ну, это очень круто. Ну и подводя итог, учитывая то, что это был первый опыт, у Saramonic получился достаточно такой крепкий середнячок в плане Bluetooth ушей. И да, я забыл вам сказать, что, как и любые уважающие себя уши, они магнитятся в своих отсеках, то есть, бац, и, естественно, они никоим образом не вываливаются. А еще вот в этом финале я забыл упомянуть просто чумовой кейс. Так как для большинства вот таких ушей вы сразу же покупаете, чтобы не пачкать, не марать вот своими отпечатками и всем остальным, кейс от ушей, который вы везде бросаете, таскаете в карманах и прочее. Вы покупаете на него какие-то, я не знаю, своего рода силиконовые вот такие вот штучки и прочее. Но в данном случае, я думаю, что на такую форму пока что в ближайшее время еще чехлов нет. Но, блин, настолько охрененный чехольчик лежит в комплекте. Я первый раз вижу, чтобы они вот здесь вот вверху взяли и встроили очень такие широкие и сильные магниты. То есть, вы туда это засовываете, и он просто... Вот с таким вот звуком он схлопывается, и все. И они плотно там лежат. Очень такой, знаете, махровый какой-то шикарный дорогой кейсик. Но еще раз, пройдясь по плюсам, можно сказать, что это достаточно хорошего качества вакуумные уши, которые, раз, долго работают, которые имеют игровой режим, если это кому-то надо, у которых достаточно высокое качество звука, и в них совершенно спокойно можно заниматься спортом, так как они имеют стандарт IPX5 и, соответственно, отлично держатся в вашем ухе. Если вы не хотите быть каким-то вычурным, то черный вариант как раз-таки для вас. И если вы хотите подарить их в подарок, может быть, девушке или еще кому-то, кто любит яркие цвета, то есть еще и красный. Собственно, на этом у меня все, друзья. Я надеюсь, что эта информация была кому-то из вас полезна. И вы были на канале Budget Filmmaker. Увидимся уже совсем скоро. Пока.